Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти В этом году почти тысячу автовладельцев в Кировской области привлекли к ответственности за несвоевременную оплату штрафов ГИБДД Большинство должников по данным управления госавтоинспекцией получили взыскание в двойном размере Почти 100 отправились под арест 105 нарушителей привлекли к обязательным работам Около 90% водителей в нашем регионе пользуются возможностью оплатить штраф со скидкой Трасса 101 МВД попросили внедрить в нашей стране два новых дорожных знака Зона автоматического контроля и конец зоны автоматического контроля Обозначаться ими, как вы уже понимаете, должны участки автотрасс Где установлены камеры фото-видео фиксации нарушений Кроме того, авторы инициативы настаивают на установке знаков, предупреждающих водителей об устройствах, измеряющих среднюю скорость движения Чем их не устраивают существующие таблички 823 фото-видео фиксация, неясно Трасса 101 Компания Kia готовит несколько новинок для нашей страны Во-первых, это кроссовер X-Seed, который представят в июне Машина будет оснащаться турбированным бензиновым мотором объемом 1.4 либо 1.6 Во-вторых, речь идет о Sorento четвертого поколения, в основу которого легла совершенно другая платформа Наконец, ближе к концу этого года стартуют продажи рамного внедорожника Mojave с шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 249 лошадей Трасса 101 Шкода обещает начать продажу в России четвертого поколения Octavia до конца 2020 года Машину будут собирать в Нижнем Новгороде Из новшеств, которыми она будет обладать, можно назвать цифровую приборную панель, 10-дюймовый дисплей медиасистемы, функции автоматического торможения и остановки Базовым мотором станет трехцилиндровый 110-сильный бензиновый агрегат объемом 1 литр Будут и дизельные версии на 115, 150 и 200 лошадиных сил Трасса 101 Электромобили могут существенно подешеветь Компании Tesla и специалистам из Китая удалось создать аккумуляторы без использования редкого и дорогого кобальта Машины с такими батареями планируется запустить в продажу в конце 2020-го, либо в начале 2021-го года Причем у них весьма приличный срок эксплуатации, более 1 миллиона 600 тысяч километров По некоторым оценкам, в результате электрокары даже станут дешевле авто с двигателем внутреннего сгорания На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания Трасса 101 Продолжение следует...